всем доброе утречка боже у нас такая теплота вообще на улице я вышла на улицу даже как вот не поверила своим ощущениям так тепленько так хорошо вообще нот очень но немножко конечно сыровато но сырость не ощущается ощущается тепло мы собрались за покупками небольшими нет ничего даже к чаю закончился хлеб к чаю ничего не испекла нужно купить по мелочи хлеб творог яйца что-то мороженое захотелось всем мороженого настали настала прохлада и захотелось мороженого в общем так такие мелкие покупки но поедем скупиться скупиться нужно что это такое в том году я делал груши грушовку именно груши и они как долго стояла жмыхи конечно на жмыхе и остался прикус дрожжевой ты пробовал я пробовал конечно я вчера эту баночку видишь как суковой вкусняча уже экспериментатор я пробовал же замораживал мне заморозка каплю из заморозка ничего не получилось а ты не пробуй я не буду пить я вчера и заморозка ничего не получила способ какой желатином обманщик но мне бы конечно крепости туда чуть-чуть я вообще думал что ты снимешь бокал отрежешь грушку вырежешь атака дольку и попробую вот это вот а что ни одной груши нет не знаю положила досточку на досточке грушка вырезана скибочка вот так вот грушевочка бокальчик раз и выпила и красиво давайте я так попробую сейчас когда показали попробую это еще раз то груша это груша эксперименты там колен и не знаю такой интересный вкус такой но я бы не сказала что груша мне больше похож на абрикос яркого запаха груши нет это домашняя наша груша которая в конце огорода но правда на абрикос похоже яркого кто может знать такое вино есть микада микада вот там такой какой дюшес где оно тут этот камни нет здесь нету я думала ты хочешь сказать что дюшес запах дюшеса мне не пахнет дюшеса здесь именно как микада этот вино такое есть но такое знаете как воспоминания студенческих лет раньше его пили она такой всякой со сливы есть из абрикос и вот наподобие такое легенькое хмельное венцо в общем коля уже просто отсюда с кухни убрал то что булькала здесь стояла и переместил все в коридор сейчас покажу укутанная умотанная стоят вот так вот вина так тут коля идет с картошкой варим чистим картошку в общем вот так вот у нас стоят вина умотанные возле батареи чтобы им было тепло окно как вы поняли я уже дома и немножко меня вот поставили дегустатором ну в общем то как говорится под хорошую компанию можно и выпить будет и будет вкусно покажу сейчас что купили так и в принципе распаковки как таковой нету ничего такого но просто покажу купили масло купили килограмм чтобы нот вечно заканчивается что потом за ним не бегать то масло закончилось бежишь мы покупаем на развес масло вкусное получается так получается вкусное смысле пользуемся таким развесным в пачках не покупаем творог и колбасу купила она я как-то зашла она на меня прям смотрит аня прям говорит купи меня но думаю ладно куплю так и второй пакет это батон хлеб батон хлеб мороженое нужно покупаем самое обычное его его используем и для коктейлей используем и просто так поесть иногда хочется с фруктами мороженое кетчуп лагидные купили так печенка я подсмотрела в общем говорят очень вкусно смотрю одну девочку в инстаграме она говорит что очень вкусные рубленые котлеты с печенки купила две пачки вот таких вот попробуем пила оливки потому что делала пиццу и надо было чего-нибудь добавить на пиццу оливок не было так и купила авокадо немножко сейчас акция на него но купила не за того что акция влада просит чтобы накрутили суши она пока у покуда полежит полежит если так не съедим то накрутим и кукуруза ну и и бананы если кому захочется коктейля то мороженое есть бананы есть молоко и будет коктейль вот и все покупочки на кухне приготовление к обеду вы готовите такой салатик морковь на мелкой терочке чеснок майонез или сметана и соль все перемешать это такой салат у меня воспоминание из детства так надо посолить воспоминание из детства мама всегда такой раньше готовила а мне он так не нравился сильно было много чеснока а сейчас почему-то нравится хотя чеснока видите тоже много пока достала камеру уже проехали все желтые деревья тут уже все осыпалось все зеленое и лысое ха ха мы в лесу приехали в лес такая погодка у нас шикарная просто тепло после дождика вообще красота мы решили приехать еще сам день как бы теплые очень теплый тут яркие цвет листочки приехали в сосновый лесочек в надежде что здесь будут грибочки сейчас пойдем в молоднячок красота в лесу нет я не здороваюсь лесными жителями нет с грибочками надо поздороваться я не хочу с жителями лесными здороваться с грибочками да вот и первый сейчас покажу вот и первый красная шляпка когда-то мы уже ездили по грибы и я показывала мухоморы вот они мне очень нравятся я всегда ними любуюсь этими мухоморами и мне сказали что вы показываете мухоморы мухоморы все видели а вы показываете грибы а если я других грибов не нашла как же я могу показывать и ну дело в том что мне очень нравятся мухоморы как я могу показывать что-то другое если мне нравится показываю то что нравится вот какие грибы нашла такие показываю еще вот иду к мухоморчиком еще к мухоморчиком ну мухоморчики полезли значит грибочки есть тут сбитый этот красивый конечно класс какие-то поганки все что нашли то и показываю и половинки поломанных мухоморов здесь вот подрывали что-то шли коля летот а это ты какой дождевичок дождевичок так он же а это обзюшка такая не надо пойдем ветер шумит конечно в деревьях сосны сухие ох страшно верхушки сосен как колышет в лесу сухо несмотря на то что шел дождь ну как в смысле не вгрузают ноги в грязь так конечно влажноватая чувствуется и почва и все но сухо в смысле грязи нет елки мы взяли с собой резиновые сапоги на всякий случай но на машине что ехали ну нормально в общем то не стали одевать хорошо так идем идем в молоднячок молодой лес там в старых старых елках только мухоморы будем надеяться что в новых молодых там будут маслята приехали вах не в охоте ну да на охоту за маслята так не а че ж ты в съемке не поправил так экстренное включение коля говорит что не надо снижать планки мы не за маслятами приехали мы за белыми приехали а если бы если свободные руки будут то наберем маслят вот так когда надо надо брать высокую планку загадывать а потом уже потом бери уже наберем маслят а ветер такой хороший но в лесу как бы попрохладнее дома так еще нормально а вот в лесу ветер сильный ходим по молодому лесу и вот только вот такой грибочек и даже нет этих мухоморов даже нет мухоморов коля говорит ищи холмики какая-то рядовка там есть я не увидела никакой рядовки в общем ничего пока мисс нет ходим ищем так зовут меня сказали клюет иди бегу прям надо дальше еще пробраться через эти сейчас переключу камеру покажу ага вижу вы видите я вижу вот такой вот грибочек опа гляньте какая красота так с почином как говорится обмазаться надо этим грибочком знаете как у продавцов когда первый приходит покупатель то они обмазываются чем грибочки естественно мы такие не берем но мы такие не берем вот такая вот рядовка похоже на ряда под У Коли такой большой пакет. Я говорю, зачем ты взял такой большой? Он говорит, лучше пусть они не влезут. Вернее, все влезут, которые мы найдем. Тут уже кто-то... Что это? Что это за грибы? Это рядовка, да, Коль? Я не знаю. Вот там выкопали. Да, видишь, вот это же один сорвали. Ну, как бы, может это и вкус удобный, но мы пойдем по принципу, что если мы не знаем, это же он же, ну не рви, может кто разбирается и сорвет. Может был он тут срез. Да, пришли, может это и он как раз. И был хороший, а может нет. Ну, пускай может кто разбирается. А это тоже, да? Ну, видишь, они вот рядом. Вот, вон еще, вон они вокруг. В общем, вот такое под низом. Не знаю, что ли. Не рви. Ну, не рви, я сорвала, а что? Ничего страшного прям. Ну да, и вот грибочки, и вот. Но они какие-то интересные. Вот же тут. На горизонте еще один грибочек, но несъедобный. Красивый-красивый мухоморчик. Идем по лесу. История так. Идем по лесу, навстречу грибники. Две женщины. И идут уже целые пакеты с грибами. Как грибы. Коля говорит, да ничего, вроде бы нашли, как бы один, мало. А у них по половине. Они говорят, вы аккуратно здесь ходите. Сосны падают. Опасно, скользко. А мы как раз идем в ту сторону, с которой они возвращаются. Главное, наверное, чтобы мы не ходили в ту сторону. Может, они, коль, здесь упала сосна, да? Не зря я-то там боялась идти. А вот, глянь, что это за гриб? Огромный. А, ну это даже сейчас покажу. Дождевик. Ну, и, в общем, только что мы услышали, как падает сосна. Да, сухостоя много в лесу. И поэтому падают. Ну, мы аккуратно ходим. Мы ходим по молодому возле старого леса. В общем, мы быстренько с него ушли. Там, где были сухие деревья. А ходим по молодому. И на самом деле, может, они хотели нас предупредить. А может, и уводили. Коля говорит, расскажи о том, что мы не едим очень много грибов, которые люди едят. Мы едим такие самые прям уже, так сказать, опробованные. И опята. Там рыжики всякие, вот такие зеленушки. Как их еще там называют. Ну, в общем, такие мы не едим. Свинушки тоже. Дождевики. Ну да, дождевики, вот эти зонтики. Мы такое не едим. Хотя эти зонтики считаются вообще съедобными грибами. И их жарят в кляре, эти шляпки. Говорят, что очень вкусно. Ну, мы их такие даже не собираем и не едим. А вот опята, которые считаются условно съедобными. Если про них почитать, они считаются условно съедобными. Мы их едим. Ну, и как-то вот за опятом мы знаем, как они выглядят. Отличают у нас ложный опенок от неложного, от хорошего. Ну, в общем-то, мы какие-то такие неправильные грибники. Собираем не все. Может, те женщины, которые пошли, может быть, они насобирали пол, ну, по пакету мухоморов. У нас в Харькове принимают мухоморы для лечебной цели. Не знаю. Сейчас тут торгуют в интернете. Мухоморов? Не, ну вообще аптеки собирают у мухоморов. Для микродозинга торгуют мухоморов. Ну, может, не знаю, для микродозинга или как. Может, какое-то другое предназначение придумали этим грибам. Но я знаю, что собирают мухоморы. Мы-то можем собрать? Куда их сдавать? Мы не знаем. И какая цена на них? Мы не знаем. Ну, знаю, что собирают грибы. Какой-то гриб впереди. Ага. Хорошо раскрытый мухомор светлый. Ну да, у таких очень много грибов. Очень много. Красивые, да. Надо заскринить в интернете посмотреть. Что это за... Ну, красивущие. Что можно сказать? Ты можешь не дергать. И понюхай. А воняет, воняет. Чем? Ой, фу. Правда. Не надо даже его искринить. Первый признак, если воняет, то у нас все доли. Да. Правда, воняет, ужасно. А второй признак, возьмите, прикусите. Если он горький. Фу. Даже не надо его прикусывать. Зато мухоморы и вот какие-то. Что это? Да, вот, смотри. А, эти же самые. Да, эти же. Возможно, это грузди. Не грузди. Такие. И мухоморчик. Вот. Ой, посмотри. Прямо. Ну да, много. Какие-то, да, странные такие грибочки. Ой, укатился. Но зато красивые. Ну, красивые, да. Поганки мы нашли. Да. А вот это я нашла. Вот такой вот красавчик. Их два у нас. Может, кто-то знает какие-нибудь песенки, которые нужно петь в лесу, чтобы грибы к тебе в лукошко или в пакет прибегали. Напишите, пожалуйста. Может, у кого-то есть какие-то ритуалы по поиску грибов, чтобы насобирать много. Коля попал на какую-то поляну. Да не на полянку. Грибочек, грибочек. Коля начал петь «Грибочек, грибочек, прыгай в мой кулечек». Посмотри. Ну, смотри какой. Ну, красивый, да. Это уже по сравнению с теми вообще. Ну, красивый, конечно. И вот. И вот еще. Этих мы, наверное, будем петь. Петь. Ну, немножко, а все же. Да. Так, по грибочку, по грибочку и смотри. Теперь у нас их четыре. Так, хорош. Грибочек, грибочек. До этого Коля говорил. Как ты? Придел, прыгай в мой кулечек. Мы просто ищем, ищем заговоры. Да. Они же есть. Просто мы их о них не знаем. Ты видишь, уже... Вообще невозможно ходить с этим мужем по грибам. Понимаете? Сломала поганку. Говорит, не ломай поганку. Чего это? Может, кто-то будет ходить собирать. Может, не поганка. Ну, что, а что, мне грибочек нельзя сломать? Ну, это кошмар какой-то, понимаете? Гнобят меня прям. Приехали в лес отдохнуть. Там хейтеры напишут, грибники. Какие? Ну, они приехали вот из-за таких, как вы. Ну, хорошо. Пишите. Из-за таких, как мы. Субтитры сделал DimaTorzok Ходим мы, ходим. Здесь снимаем творческий процесс у нас. А здесь вот такой вот красавчик. Гляньте, какой. Огромный, скользкий. Гляньте, а мы по мелочи выступаем. Не, ну мелочь нам тоже приятно. Но этот вообще красивущий. Опа. Класс. Класс. Чуть-чуть хожу по лесу. И начинает болеть голова. И вот непонятно, из-за чего она болит. То ли, может, воздуха много сильно. А может, плохо спала. Как-то я сегодня плохо спала. Начинает болеть голова. И я так хожу, шучу, говорю. Мне уже мерещатся большие грибы. Коля говорит, какие? Я говорю, ну большие. Я говорю, или это от свежего воздуха. Мухомора вроде не ела. Но мерещатся. Мерещатся большие грибы. Подхожу, а там или палочка, или листик. Вот это дерево упало. Это прям страшно идти через старый лес. Ну ничего, пойдем через... Когда уж там заберемся, мы пойдем по дороге к машине. Да, елки здесь мы по-новому ходим. А там высокие. И ветер такой очень сильный. И падают сухие, сухостой. Страшно. У меня разряжается телефон. Поэтому надо ходить поблизости от Коли. Потому что, чтобы не заблудиться. И увидимся тогда уже дома. И дома покажу, что мы нашли. Покуда я спала, Коля тут уже все наделал без меня. Вот это, в принципе, и все наши грибы, которые мы нашли. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас надо их проварить. Все грибы маслята. Все были молоденькие, молоденькие вообще. Хорошо чистились, Коля? Ну, не очень, как бы. Они еще... Они так уже обветрились. Они были молодые. Кодорвали, да? Да, вот. Ну, уже так более-менее. Потому что, один раз мы вообще попали после дождя. Да, что у них скользявые, скользявые такие. Да, в том году. Что вообще я тогда... Мы первый раз собрали такие вот уже подсохшие. Что сверху шкурочка коричневая. Она так тянется, легко все снимается. А потом попали, что прям после дождя, то ли после росы, что начинаешь его чистить. А он скользявый и вообще не чистился нифига. Но эти более-менее почистились. В общем, вот это все наши грибы. Так что проварим их. И будут грибы на пиццу. Покуда я спала, тут уже все кучу дел попеределывали. Но я такая уставшая... Не уставшая, а от кислорода, я так думаю. Я не знаю из-за чего. Может от кислорода в лесу. Может от того, что у нас сегодня такая погода крутит. То солнце, то тучи. Ну, в общем, я не знаю. У меня так болела голова. Поэтому я приехала и быстренько полтора часика передремала и проснулась совершенно другим человеком. Достала с грозилки вот эти вот ледышки, которые я замораживала. Зимний витаминный чай. Кто меня смотрел в прошлом видео моем, тот знает. Кто не смотрел, оставлю. Могу оставить ссылку. Или просто посмотрите мое предыдущее видео. И сейчас будем пить чай. Я его хотела переложить, чтобы место не занимало. И будем пить чай. Вот такие вот порционные получились. Порционные на чай. Закипел у меня уже чайник. Поэтому мы будем уже как бы еще отдыхать, продолжать. Выходные сегодня они так прошли активно. Но, знаете, радостно, что не на кухне, как они обычно проходят. Поэтому буду заканчивать свое видео. У нас будет вкусное чаепитие. Знаете, еще что? Очень даже непривычно. Но на этих выходных я ничего не пекла. В общем, как-то это очень даже непривычно. Но будем заниматься всеми этими делами завтра. Приготовлениями и всем остальным. А сегодня просто будем отдыхать. Поэтому заканчиваю свое видео. Всем желаю мира, добра. До встречи в новых видео. И всем вкусных чаев.